Здравствуйте! На канале Заречная программа «Вопросы есть» в студии Елена Степкина. Я приветствую всех, кто хочет знать ответы в этом выпуске. Почему вырыбают деревья вдоль линии электропередачи между 5 и 11 КПП? В течение какого времени будет проводиться ремонт дороги на улице Нейтральной? Как контролируется качество водопроводной воды в период паводка? Оставайтесь с нами, вы узнаете ответы на эти и другие вопросы. Почему вдоль линии электропередач между 5 и 11 КПП вырубили деревья? С таким вопросом к нам обратился наш телезритель. Мужчина спрашивает, почему производятся такие работы? Согласно правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, трассы воздушных линий электропередач должны для предотвращения аварии периодически вырубаться от кустарника и деревьев и содержатся охранные зоны ВЛ в установленных размерах. Под этой ВЛ 110 кВт охранная зона составляет 20 метров. Там работает подрядная организация, которая выиграла конкурс на вырубку деревьев и кустарника. Приблизительно там у нас, согласно договору, около 1000 деревьев подлежит вырубке. Но если не вырубать, мы можем остаться без электроэнергии не только ПО «Старт», но и город. В этом году вот только у нас в одном месте. А так мы ежегодно проводим вырубку, ну, согласно нашего плана и плана подготовки к осенне-зимнему периоду. Это обыкновенная, стандартная процедура. Это каждый год мы как бы планируем, где, на каких участках, где самые такие у нас проблемные участки, мы там и вырубаем. И не только это, но мы также вырубаем деревья, которые угрожают падением на линию электропередач. В этом году будут отремонтированы дороги, по которым зареченцы добираются до областного центра. В настоящее время начались работы вблизи Ахунского переезда. В течение какого времени будет выполняться ремонт? Данную дорогу протяженностью около 6 километров. Мы на нее предполагаем потратить около 50 миллионов. Предварительно мы планируем полный объем работ по данной улице закончить до конца мая месяца. В принципе, возможно, организация движения, там есть две полосы. Значит, больших работ масштабных, которые занимают значительную часть дороги, не позволяет двигаться транспорт, у нас пока нет в планах. То есть и фрезеровка будет по одной полосе, будет, конечно, организовано реверсивное движение, без него никаким образом нельзя. То есть машина будет выпускаться поочередно по рядам. Пока у нас в планах нет необходимости перекрытия дороги, технология это позволяет. В этом году мы как раз постарались уделить вашему городу в нашей программе безопасной качественной дороге побольше внимания. У нас будут отремонтированы и улица нейтральная до Ахунского переезда, и улица Свободы от магазина Лира, и улица транспортная. Это как раз вот от Прокола и до моста. То есть практически весь путь до Бакунинского моста у нас будет отремонтирован. В последующем предполагается реконструкция Бакунинского моста, поэтому, значит, вот это вот транспортное направление, оно будет полностью закрыто. Помимо этого мы сейчас предполагаем, имеем в планах разработку проекта на реконструкцию улицы Чадаева протяженностью от Большого Сурского моста до трассы М-5. Помимо прочего у нас запланирована в этом году продолжение реконструкции улицы Антонова. Она будет отреконструирована до поворота на нефтебазу. Плюс не стоит забывать, что мы в этом году, помимо всего прочего, включаем улицу Транспортную, улицу, связанную также с движением общественного транспорта в городе Заречный, улица Автономная, улица Тарханова. Можно ли парковаться на газоне во дворе? Иногда автовладельцы оставляют свой транспорт на участке земли с зелеными насаждениями. Это не нравится другим жителям. Им бы хотелось видеть красивый газон у себя во дворе. Считается ли нарушением стоянка на участке земли без искусственного покрытия? У нас зима закончилась. Если раньше автомобилисты могли ставить свои автотранспортные средства там, где лежал снег, и не задумываться о том, куда же они ставятся, то сейчас в первую очередь нужно обращать внимание, куда автомобилисты ставят свои автомобили. То есть газоны у нас открылись, даже не газон, а в правилах благоустройства у нас звучит участок земли, не имеющий искусственного покрытия. То есть если нет искусственного покрытия, то на этой территории стоять нельзя. Поэтому у меня ко всем автолюбителям обращаюсь с просьбой повнимательнее смотреть, куда вы ставите свои автомобили после зимы, и выбирайте таким образом места, чтобы не устанавливать их на газоны. Это является нарушением правил благоустройства, и я думаю, что мы в ближайшее время получим от областных ведомств вынесение изменений в Коап Пенинской области, которые позволят нам в том числе наказывать, как это было раньше, за нарушение этих правил. Как будут получать налоговые извещения горожане, зарегистрированные в личном кабинете налогоплательщика? Одна из наших телезрительниц сообщила, что в прошлом году в Зареченской инспекции ей выдали индивидуальный пароль, но с тех пор она ни разу им не воспользовалась. Женщина переживает. Как в этом году она сможет получить сводные налоговые уведомления? Доставит ли его по почте или ей нужно заново пройти процедуру регистрации? В связи с изменениями в налоговом кодексе хочу обратить внимание наших налогоплательщиков на что? Если они, начиная с 2013 года, хоть раз получали пароль и логин для регистрации в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, они уже на бумажном носителе почтовые отправления с уведомлениями получать не будут. То есть такие налогоплательщики смогут увидеть эти уведомления и оплатить только в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России. На бумаге уведомления они не получат. Поэтому я хотела бы обратиться, чтобы они заблаговременно пришли и получили новый пароль. Чтобы им не пришлось потом и здесь стоять в очереди, в связи с тем, что они не смогут просто войти в личный кабинет, поскольку пароль вовремя не был изменен, и не получат это уведомление на бумажном носителе. Как контролируется качество водопроводной воды? Горожане беспокоятся, что в период таяния снега оно может ухудшиться, и вода может содержать вредные элементы. Стоит ли сомневаться в качестве воды? В отношении контроля качества питьевой воды я хочу сказать, что он у нас осуществляется постоянно, изо дня в день, из года в год. И у нас он организован, во-первых, это производственный лабораторный контроль, который осуществляется в лаборатории чистных водопроводных сооружений энергопромресурса. И, во-вторых, с нашей стороны, одним из разделов социально-генетического мониторинга, которое проводится в городе, это является контроль качества питьевой воды. У нас существует определенный график, который мы и исполняем. То есть у нас вода контролируется, во-первых, вода водоисточника, вода перед подачей в разводящую сеть, и вода в разводящей сети города. То есть во всех районах города определены точки, из которых пробы воды отбираются и исследуются. По всем показателям вода исследуется. С учетом того, что у нас источник водоснабжения поверхностный, и, естественно, весной, когда начинается таяние снега, и когда попадают талые воды в водоисточник, она, конечно, качество ее ухудшается. И поэтому мы с тем, чтобы, не дай бог, не допустить, чтобы прошло ухудшение качества воды и в системе водоснабжения, усиливаем лабораторный контроль. То есть если у нас ежемесячно обычно проводятся исследования, то в апреле месяце у нас эти исследования проводятся еженедельно. На сегодняшний день лабораториями нашими исследованы за апрель 18 проб питьевой воды. По всем показателям неудовлетворительных результатов не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова